Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. И прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы обратиться сейчас к каждому, кто еще не принял Иисуса Христа. Иисус пришел в этот мир с определенной целью умереть за грехи человека, за твои лично грехи и воскреснув для тебя. Когда ты слышишь эту информацию, то есть сила у этой информации, есть сила у Евангелия. И тебе нужно будет определиться, тебе нужно будет решить, что тебе делать с этим. Поверить ли тебе в Христа, либо отказаться от Него. Я предлагаю тебе поверить в Иисуса, и вся твоя жизнь изменится. Если ты устал, если ты уже не видишь выхода в своей жизни, если у тебя есть вопросы, на которые ты не находишь ответы, знай, что в Иисусе есть все ответы. Приходи к Нему, верив в Него, обращайся к Нему. Если ты помолишься, Он услышит тебя. Если ты от всего сердца обратишься к Нему, Он услышит тебя и поможет тебе. Пусть тебя Бог благословит. Прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы несколько вещей сказать. Одна из вещей, мы как церковь последних дней, потому что мы наблюдаем по событиям, мы знаем, что перед такими большими глобальными событиями в мире будет восхищение церкви. И такой вопрос, кто восхитится из верующих, а кто останется? Кто восхитится, кто останется? Я восхищусь или я останусь? Это, знаете, вопрос нужно решать сейчас, не потом, сейчас, сегодня, прямо сию секунду. И знаете, что? Восхитится тот, кто готовится. Знаете, вы не едете в поездку, если вы ничего не планируете. То есть вы не планируете, если вы не собираете вещи, потому что вы никуда не едете. Но стоит вам только определиться с поездкой, я хочу поехать туда. Вы начинаете суетиться, вы начинаете паспорт проверять, вы начинаете деньги проверять, вы начинаете готовиться о месте узнавать. Вы же готовитесь, почему? Потому что вы едете туда. Так же и верующие. Вот задумайтесь, если вы никак не готовитесь, если у вас двойная жизнь, вряд ли вы готовитесь. Если вам все равно, если для вас все это легкомысленно, вы относитесь к святости, например, без которой никто не увидит Бога, то вряд ли вы готовитесь. Но если вы готовитесь, вы ищете Бога, вы общаетесь с Ним, вы наполняете, вы прославляете Его, вы исполняете Его миссию на этой земле, значит, вы готовитесь, вы понимаете это? Следующее, я хотел бы к определенной группе христиан, это не ко всем, к определенной группе христиан, или, так сказать, к служителям, хотел бы обратиться, пожалуйста, не делайте карьеру себе на Иисусе Христе. Друзья, я объясню, что я имею в виду. Мы хотим состояться, мы хотим в церкви какой-то чин получить, мы хотим какую-то власть в церкви получить, мы хотим делать карьеру, мы хотим какое-то служение. Вам этого всего не надо. Я вам сейчас объясню. Это значит, что Иисус, Он пришел и Он служил людям. Если вы хотите действительно прославить Бога, если вы не о себе думаете о Нем, тогда служите без всякой задней мысли. И знаете, как Писание говорит, смиритесь под крепкую руку Божью, и Он вознесет вас в свое время. Но пусть это Он вознесет, пусть не ваша рука вас возносит, пусть не будет у вас, знаете, такой цели, планки, мне состояться, мне добиться чего-то. Послушайте, Христос висел на кресте на гвоздях, Он платил цену, Он все дал тебе, а ты хочешь состояться на Его жертве. Зачем? Если что-то Господь совершил в твоей жизни, прославь Его, расскажи это, и в этом прославится Иисус. Вы знаете, так сегодня в христианстве не хватает смерти. Смерти для себя. Вы знаете, любой спортсмен умирает для себя, если он хочет получить золото. Он отказывается от всего. От всего отказывается. От пирожков, от шашлыка, от сладкого. Тренируется и тренируется. Почему? Цель. Цель слишком высока. Ни единого грамма жира. Только вот цель. Вы знаете, во Христе так же. Мы не позволяем себе. Мы не позволяем своим амбициям. Знаете, сколько людей обиженных, потому что им что-то не дали. Послушайте, что нам дать? Все, что нам дает, нам дает Христос. Начинайте просто служить из-за любви к Иисусу, из-за любви к тому, что Он сделал к нам. Той же любовью, которую Он нас возлюбил. Потому что если бы не любовь, Он на крест не пошел бы. Здесь нужна просто невероятно сильная любовь. И только благодаря этой любви Он мог это пройти, потому что Бог есть любовь. Поэтому служите Богу без всякой награды. Ожидайте от Него награду на небесах. Не служите, скажут вам спасибо, не скажут. Дадут вам деньги, не дадут. Может быть, вам дадут наоборот за это, за то, что вы проповедуете. И у меня было такое, когда мне деньги давали, а другое давали. И третье. Между женихом и невестой должно быть соответствие. Если мы хотим быть со Христом восхищены на небеса, и должен произойти брак Агнца и невесты в церкви, то у нас должно быть соответствие. У нас должны быть одни мысли, одни желания, одни цели. У нас должен быть общий разговор. Мы должны смотреть в одну сторону, поэтому давайте прогибаться. Давайте под Христа будем. Будем брать свой крест и следовать за Христом. То есть брать Его волю в свою жизнь. Аминь. Итак, тема проповеды будет называться «Особая миссия». Каждый человек уникален и дорог в глазах Бога. Каждый человек. Посмотрите, как мы по-разному смотрим. Например, я приведу такой простой пример, что Бог однажды пророку Самуилу говорит, «Иди в ту семью, там я себе усмотрел царя, которого ты помашешь, чтобы он царствовал над всем Израилем. Чтобы он был царем над Израилем. И он приходит, пророк Самуил, приходит в семью. И первый, кто попадается ему на глаза, это старший сын. Он был высокий, он был видный. Он был прям, ну сразу видно, что лидер старший, все, значит, ты царь. А Господь говорит, а-а, нет. Пророк говорит, как это нет? Хорошо, там еще несколько детей есть. Ладно, тогда вот этот. Господь говорит, а-а. Господь, тогда вот этот. А-а. Господь, я ничего не понимаю. Ты мне сказал, приди в ту семью, помашь царя над Израилем. Там я усмотрел себе царя. И теперь ты говоришь, а-а, а-а, господи, что? Ну мы, ну тогда последнее, уже все, господи, это точно, я знаю. Вот это царь. А Господь говорит, а-а, нет, нет. И вот тогда пророк в замешательстве смотрит на Бога и говорит. А есть ли у вас еще дети? Да, есть. А где он? А, он далеко, ничего страшного. Пусть там пасет овец. А он говорит, нет, позовите его сюда. Позовите его сюда. Посмотрите, как смотрит человек. И знаете, Бог стал пророка учить. И говорить Самуилу Бог стал, что Бог смотрит на человека не так, как человек смотрит на человека. Ибо человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Вы понимаете, что у каждого из нас есть определенная и она очень особая, специфическая миссия на этой земле. Никто по случайности не попал на землю. Никто. Если вы родились на земле, у вас есть определенная миссия и жизненный план от Бога. Для каждого человека Бог приготовил особый жизненный план. И как я говорю, что человек, он смотрит и он думает, ну что здесь такого? В нем ничего нет особенного и выдающегося. Это простой человек, простой рыботяга, простой смертный. Это вообще пешеход. Он вообще никто. У него ничего нету, как бы ни талантов, ни, знаете, ни вида, ни величия. А Бог, может быть, в этого человека вложил что-то особенное. И не что-то, и не может быть, а вложил. Такой пример. Мы празднуем Пасху. Весь христианский мир празднует праздник Пасхи. Да, протестанты и православные. Знаете, уже и здесь разделились. Не могут в один день. Смотрите. Мы празднуем Пасху. Мы празднуем и говорим, Христос воскрес. Иисус умер за тебя. Иисус тебя спас. И вы знаете, что? Иисус на самом деле спас всех людей. И каждый теперь, кто поверит в Иисуса Христа, вот что важно. Важно не то, что ты сделал. О, грехи наделал. Так Бог именно грешником-то и пришел. Ты его не удивишь своими грехами. Важно теперь то для Бога, что сделал его сын. И если ты поверишь в то, что сделал его сын, ты становишься оправданным. Ты становишься спасенным. Ты становишься ребенком Божьим. Поверь. Ты физически ничего не сможешь сделать. Ты ничего не сможешь дать за это. Ты просто согласен и говоришь, я верю в жертву Иисуса Христа. Я верю в то, что Иисус умер и воскрес для меня. Я принимаю эту жертву. Все. Бог прощает твои грехи. Омывает тебя своей кровью. И принимает тебя уже как новое творение. Как своего сына. Мы все говорим сегодня об Иисусе. Но давайте посмотрим на одного человека. Через кого пришел этот великий Бог? Через кого? Через девушку. Которая не имела ни вида, ни величия. Деревенская девушка. Провинциальная. Это не городская, модная, накрашенная, одетая. Это простая провинциальная девушка. Жила, знаете, простой жизнью. Ни из какого ни знаменитого рода. Ни из дворца. Ни откуда. Но именно через нее пришел Спаситель. И мы не знаем. И Библия не говорит. Чтобы Мария сделала какое-то чудо. Мы не видим этого. Мы видим ученики делали чудеса. Мы видим Иисус творил чудеса. Спасал людей, исцелял, давал им шанс. Воскрешал даже из мертвых. Но мы не видим, чтобы Мария сделала какое-то чудо. Но чудо, которое на самом-таки сделала Мария, на самом деле, это она подарила миру Христа. Она подарила миру Спасителя. И теперь мы, послушайте, я ее не выделяю, как Богоматери не поклоняюсь. Это грех. Это грех. Но я ее выделяю для примера, что такой простой человек, такая простая девушка, ни вида, ни величия, через нее пришел Бог. И у нее была великая миссия в жизни. Послушай, дорогой друг, у тебя есть великая миссия, особая, специфическая миссия на этой земле. И ты можешь прожить. И она может пройти мимо рядом тебя, эта миссия. Знаешь, она как бы параллельно идет. Тебе нужно сделать шаг в направлении ее. Вы знаете, что два разбойника, умиравших по обе стороны от Иисуса, один уверовал, мы знаем, и был спасен. Иисус ему пообещал, что он будет в раю, а другому ничего не пообещали. Другой умер и пошел в преисподнюю. В ад мучается за свои грехи. Но у него был шанс. У него был шанс. Потому что у него был слух. Он все прекрасно слышал. Он видел, что Иисус это не преступник. Что он ни одного греха не сделал. Он видел, что друг его покаялся. У него была возможность изменить свою жизнь и выполнить, знаете, особую миссию какую-то. Даже хоть перед смертью. Но он отказался. Знаете, чтобы нам узнать волю Божию насчет нашей жизни. Кто-то говорит, какая польза от меня. Я никто, я ничто. Я ничего не умею, я ничего не могу. Послушай, поговори с Богом. Поговори с Богом. Мы видим, что Бог чаще всего. Он не прославляется через каких-то влиятельных и знатных людей. Хотя и такое тоже есть. Через царей. Когда цари говорили на всю окрестность, что нет другого Бога, кроме Бога Даниилова и так далее. Но мы видим, что больше всего Бог прославляется там, где человек не может прославиться. Знаете, как и Иисус. Он въехал в Иерусалим не на Феррари, не на коне, знаете, на черном. Он на осленке въехал. Такими длинными ушами. Знаете, смешное животное. Вроде бы лошадь, а вроде бы заяц какой-то вообще. И ты смотришь, Иисус едет на ослики. Иисус, а что ты на ослики едешь? И еще мама идет его рядом. Знаете, потому что ослик должен был быть тот, на которого никто не садился. А этот ослик означает, что он должен был рядом идти мама, потому что он не пошел бы. И знаете, такая картина какая-то странная. Иисус, странно как-то. Зачем ты выбрал вообще такую машину, которая вообще какая-то странная, простая такая машина. Тебе надо было так, чтобы всех удивить. Нет. Господь, вот здесь прообраз. Господь использует больше осликов, чем лошадей. Это апостол Павел гнал на лошади, будучи савлом еще. Это он разъезжал на Феррари и потом получил удар солнечный, слетел с этой Феррари и стал служить Богу в простоте, ходить пешком, плавать на кораблях и так далее, проповедовать Евангелие. Иногда мы думаем, что мы с нашими понтами, не попрощавшись с нашими понтами, можем и Бога прославлять, и еще кого-то людей удивлять. А вообще-то не мы должны уделять людей, удивлять и впечатлять, особенно своей внешностью, а мы должны Христом впечатлять людей. Тот, кто изменил нашу жизнь, тот, кто спас нас от ада. Я точно знаю, что я был бы в аду. Потому что тот сон, который мне Бог показал, когда я уверовал, когда я уверовал, то Бог мне показал задним числом, куда я шел, будучи знающим о Боге и из верующей семьи. И мне бы прощения точно не было. Это друзья мои, которые не знали там о Боге и грешили, это им еще ладно, еще меньше будет греха. Я все знал и грешил вместе. И вы знаете, Бог мне показал, что я умер и попал в ад, и Он меня оттуда вытащил. И целый день я ходил в таком шоке. Я ходил и размышлял. Я не мог ничего, не радоваться, не веселиться, хотя это было лето, это был юг, все купались, смеялись. Я был молодым, мне было 17 лет. Но я ходил под сильным-подсильным впечатлением от того, что могло произойти и должно было. Но Бог вмешался и воспрепятствовал моей смерти, воспрепятствовал моим мучениям и меня спас. Я так благодарен, поэтому я служу. С тех пор я служу Богу, я больше ничего не хочу делать, как только служить Богу. То, что ничтожно в глазах человека, велико в глазах Бога. Я не говорю, что если ты красивый человек, или у тебя есть финансы, или ты какой-то влиятельный, Бог тебя не будет употреблять. Тоже он будет употреблять. Но я сейчас обращаюсь к тем, которые подавлены, под какой-то плитой, знаете. Вы думаете, ну что я могу сделать для Бога? Что я что-то хочу, ничего не могу сделать? Послушай, все, что тебе нужно, это исполнится Святого Духа. И все. Петр не проповедовал об Иисусе, когда Иисус воскрес, а прятался. Они с учениками прятались в горнице от иудеев в страхе. Они, написано, спрятались в горнице в страхе от иудеев, что их сейчас отловят и также распнут, потому что они последователи Христа. Потом, смотрите, что-то происходит, момент какой-то, и Петр на три тысячи людей проповедует, смело, не боясь. Послушайте, так что же произошло-то? Петр, который сидел в страхе, только бы в дверь никто не постучался. Полиция, открывайте! Полетели стекла, залетели. Нет. Может быть, Петр себе рисовал такие картины? Сейчас нас арестуют, сейчас нас арестуют, сейчас нас арестуют. Пока они арестовали, давайте, братья и сестры, молиться, молиться, молиться. Скорее, быстрее молитесь. Ускоряйте молитву, ускоряйте. Потом просто пришел Дух Святой, так их наполнил, что из этого зайчика, который сидел под кустиком и дрожал, смотрел по сторонам, вдруг такой, знаете, Петр, знаете, как в театре как будто переоделся, и такой рыкающий лев вышел. И как стал рычать, и как стал таким смелым. Все думают, что ты такой смелый-то стал? С чего? Принял, что ли, что-то? Петр говорит, аминь, принял. Святого Духа. И вам желаю, советую. Поэтому те, кто еще не приняли Святого Духа, те, кто еще не исполняется Святым Духом, вам нужно это. Да, поверьте, возможно, ты простой парень или простая девушка. Пусть это проповедь также, знаете, каким-то, знаете, таким направлением коснется молодежь. Может быть, ты думаешь, что особенного я из себя представляю? Во мне нет ни вида, ни величия. Я такой простой. Я такой забитый. Я вот такой-такой. И ты себе кучу всего комплексов нарисовал, или дьявол тебе нарисовал, в твоем мозге, мозгу, мозгах. И ты поверил в эту картину. Он тебя задавил просто, задавил. Ты никто! Скажи, ты никто! Я никто, я никто, я никто. Может быть, это ты, тот человек. Но знай, что именно через тебя Бог может прославиться. И я хочу, чтобы каждый мог открыть эту книгу в своей жизни. Книгу своей судьбы. И просто узнать у Бога насчет себя. Если бы мне сказали 23 года назад, что я буду делать то, что я делаю сейчас, я ни за что не поверил бы. Это меня развеселило бы. Я бы хохотал. Истерически, наверное, хохотал бы. Не просто смеялся бы. Потому что это невозможно представить. Это невозможно представить. Или, если бы мне Бог сейчас показал, что произойдет в будущем, то я бы еще сильнее хохотал бы, наверное. Потому что у Бога есть всегда больше. И я хочу вас вдохновить сегодня через эту проповедь, что все, что вам нужно, это исполнится Святого Духа. Поверьте, когда Иисус умер, Он умер, как обычный человек. Но если бы не сила Святого Духа, если бы сила Святого Духа не коснулась бы той могилы, Иисус так и остался, потому что камень его хоронили особенно. Это была скала. Только один вход и выход. Один. И этот вход и выход заклепали. Знаете, люк просто так закрутили. Камень тяжелый приложили. Опечатали его. И солдат поставили туда охранять. Все. Если бы не сила Святого Духа. Иногда дьявол нас так хоронит. Так сильно. Он так переживает, что ты можешь воскреснуть, и через тебя пойдут дела Божьи. И ты какую-то особую миссию выполнишь. Дьявол так хоронит тебя. Так хоронит тебя. Он так врет тебе. Он так и камни на твою могилу кладет. Главное, не соглашайся с ним никогда. Главное, не поверить ему. Главное, поверить Богу. Согласиться лучше с Богом. Если ты не можешь поверить Богу, но ты согласен с Богом, этого достаточно. Послушайте. Те люди, которым Иисус сказал, идите на могилу. Покажите мне, где умер Лазарь. Это они согласны. Они еще и в это верят. Они говорят, вот Иисус, пойдем. Идут, идут, идут. По тропинкам спускаются, поднимаются. Вот Иисус, здесь лежит Лазарь. Теперь Иисус говорит, ваша миссия, ваша миссия особенная, раскапывайте могилу. Если ты в Иисуса не веришь, ты никогда не сделаешь то, что Он тебя попросит. Если ты Ему не доверяешь, ты никогда останешься в тех условиях, в которых ты сидел. Ты останешься в той лодке. Ты никогда из лодки не выйдешь. Но если тебе Иисус сказал, отвалите камень от гроба умершего, ты можешь, конечно, повозмущаться, сказать, Иисус, знаешь, я, конечно, понимаю, что ты умный, мудрый, ты равен, ты учитель. Я вообще там никто. Но пойми, Он умер. Даже если ты повозмущаешься, это ничего страшного. Главное, сделай то, что Он тебе сказал. Сделай, что Он тебе сказал. Если Он тебе сказал, отвали камень, значит, отвали камень. И когда ты сделаешь, твоим будет особая миссия. Эти люди, которые отвалили камень, они именно для этого и жили. Они всегда будут ассоциироваться с тем чудом, которое произошло с Лазарем. Всегда. Мы не знаем их имен, но это были эти люди. Эти люди, которые умерли для себя. Вот что нужно в христианстве. В христианстве нужна смерть. Бог не может воскрешать, если ты не умер. Если ты для себя не умер, если ты еще вот я-я-я якаешь, заякался. Послушай, Бог не будет тебя употреблять. Тебе нужно умереть для себя. И согласиться на Его волю. И когда ты согласишься, и молча, молча, просто окопайте, копайте, и ты копаешь, копаешь, и ты понимаешь, что я делаю. Это же криминал. Это же вандализм. И к тебе такие мысли. И дьявол говорит, тебя арестует полиция. А тебе Иисус сказал, отвали камень. И ты берешь, просто отваливаешь камень. И тогда Иисус уже вступает и говорит, Лазарь, выйди вон. И Лазарь выходит воскресший. И Дух Святой говорит, ты так же, Иисус, выйдешь из могилы. Живым. Живым. Давайте мы прочитаем одну историю. Это 4 царств, 5 глава. Я буду читать сегодня про двух людей. Два персонажа в Библии. Один персонаж, первый персонаж, это будет девочка. Девочка, помни, у тебя есть миссия в жизни. Ты никогда не будешь счастлив, если ты ни о ней не узнаешь. Но ты станешь таким счастливым человеком. Ты станешь таким свободным человеком. Ты станешь таким радостным человеком, наполненным жизнью, когда ты узнаешь о своей миссии. Особая специфическая миссия на твоей жизни. Особая, я говорю, ко многим людям сейчас, кто смотрит. На вашей жизни есть особая миссия. Не из-за вашего, как бы, положения, а из-за того, что у Бога есть для вас приготовлен жизненный путь. Узнайте его. Идите к Богу. Вопрошайте у него. И говорите, Бог, используй меня. Обязательно будет ситуация, Бог допустит, где вы эту миссию проявите. Мария подарила Спасителя миру. Весь мир спасен. Представьте, весь мир спасен. Миллионы людей. Просто из-за того, что она согласилась пострадать. Пострадать. Она пострадала. Потому что она была в помолвке. И она была девственницей. И теперь узнает ее жених, что она беременна. Это был позор. Ее должны были побить камнями и так далее, и тому подобное. Но! Из того, что она согласилась, она знала, что ее попросил Бог. Она не знала, что на ней такая миссия, пока Бог ей не рассказал об этом. И она сказала, да будет я по слову твоему. Знаете, как много людей отказываются от своей миссии? Катрин Кульман сказала, служение, в котором я нахожусь, сейчас Бог предлагал трем или четырем людям это служение. И они отказались. Это были мужчины. Да даже женщина сказала, Бог, вот я, возьми меня. И Бог ее употреблял. Почему? Потому что другие отказались. Пойми, ты можешь отказаться. Это тоже Бог не будет тебя заставлять. Но ты можешь сказать, Бог, я хочу знать, что я должен в своей жизни исполнить, что я должен сделать. Если ты чувствуешь неудовлетворение, то знай, ты еще на пути к этой особой миссии. Может быть, ты домохозяйка. Воспитывай хорошо детей. Твои дети принесут пробуждение, спасение. Может быть, твои дети что-то принесут. Христа. Поймите, нету ни одного потерянного человека. Нету такого человека сказать, ты вообще прожил жизнь зря. Нету. Каждый человек ценен перед Богом. Это мы по-другому смотрим на людей. А Бог, Он смотрит на сердце. Пусть вас Бог благосовет.